400 миллионов рублей не хватает коммунальным предприятиям, чтобы обеспечить безаварийную работу сетей. Поставщики света, воды и тепла провели много работ по ремонту и замене коммуникаций, но этого недостаточно. Об этом в интервью ТСВ рассказал глава Минэкономразвития Сергей Аболоник. Цены на коммуналку в Приднестровье не менялись последние семь лет. При этом экономически обоснованный тариф на воду, свет и газ рос вместе с инфляцией. За семь лет коммуналка де-факто подорожала в среднем на 28%. Люди это повышение не почувствовали. Разницу в тарифах коммунальным предприятиям компенсировало государство. Это позволило отойти от края, за которым коммунальная катастрофа. Когда у нас 1400 аварий в водоснабжении, но это, извиняюсь, с этими авариями уже не успевали справляться. Была изменена политика, начался недостаточный, но тем не менее ощутимый прирост средств. И удалось многое сделать. То есть по аварийности водоканал сократил его вдвое. По энергетике, электроэнергетика, предприятие успело перевооружиться в части автоматики, в части подстанций. И мы пережили вот эти энергетические коллапсы, пережили в чем? Буквально на три года раньше у нас бы сгорело огромное количество подстанций. Свет, тепло и воду в дома людей сегодня подают стабильно. Но если коммунальные предприятия и отошли от красной линии, то совсем недалеко, подчеркнул Сергей Оболоник. Если снизить темпы ремонтов и вкладывать меньше денег, нас снова ждут сотни порывов труб, проводов и коллекторов. Самая опасная ситуация сейчас на сетях водоснабжения и водоотведения. Там разница в реальной стоимости тарифа значительная. То есть сейчас водоснабжение 3,5, а реальная стоимость 7. Водоотведение также, да. Второе – изношенность. Чрезвычайно. Вот у нас сейчас под улицей центральные трубы 50-х годов. То есть они не то что ресурсы, он лет 30 назад уже был исчерпан. Это демонстрирует и проблемы с коллектором в Бендерах, ну и на Мечниково. Направят ли в этом году средства для поддержки коммунальных предприятий – решений еще нет. Суммы на ремонт и замену оборудования окажутся меньше из-за ситуации в экономике. При этом речь о повышении цен на услуги ЖКХ для населения не идет, подчеркнул глава Минэкономразвития. Рост тарифа не рассматривается. Государство ищет источники софинансирования по сохраненному уровню тарифа. Но нужно приложить максимум усилий на то, чтобы это зашло. Потому что человек без отопления, без света, без воды – это не экономическая проблема, гуманитарная. В этом году деньги на покрытие межтарифной разницы, скорее всего, направят только водоканалу, рассказал Сергей Оболонник. Из масштабных работ по плану замена водопровода и канализационного коллектора по улице Покровской в Тирасполе. А в Бендерах займутся реконструкцией сетей по Кишиневской. Работы начнут через пару недель. Ирина Руснак, ТСВ.